Мы приветствуем Рениса, интересуемся, готовлю ли он диагностики и чистки, доверить ли он нам свое биополе на период сеанса. И я даю команду на счет риска, сканирует пространство над головой Рениса, под ногами 360 градусов вокруг него, сканирует все 7 тонких тел Рениса, находит все. У него тело заключено в какую-то очень тонкую прозрачную пленку. Хорошо, силами его намерения эта тонкая прозрачная пленка разрезается, выходит и отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо. Хорошо, у него вот джин. Джин. Мешает кто-то или мимикрирует? Ты знаешь, пленку сняли и с него как вода, как пот, вот он вниз спускается и лужа под ним такая. Хорошо, эта вода собирается тоже в шар, отправляется в ту же клетку-тюрьму. Демон здесь ходит вокруг этой лужи. Какой демон? Караулит. 12. Хорошо, дальше. Дракон синий. Синий дракон. Гуманоид. Гуманоид. Который его запаковывал в эту пленку из пруд. Отлично. Откуда гуманоид? Я с Сириусом. Кто ты? Пришел за товаром, запаковывал наверх. А для кого ты запаковывал этот товар? Желающих много. Поживиться. Человечательный. Такой ты самоуверенный, что тебе это так все возможно. Ничего тебя, никакие опасности не ожидает на этом преступном пути. Ничего тебе не будет. Это опасный путь. Нет, это не такой опасный, как ты представляешь. Ты не представляешь, как близко ты стоишь к этому. В моих руках появляется живая плазма. Вот. Это опасно. И как раз, таким как ты, эта живая плазма дается в дорогу. И отправляется на вашу чистоту. Такая ситуация, гуманоид. У нас связь не работает в этой комнате диагностики, поэтому не пытайся. Поверь на слово, что эта живая плазма стоит ДНК. Хорошо. Сколько ты находился в этом биополе, гуманоид, транспортер, чужих душ? Это трафик, похищение, ДНК. И частиц биоробота работают давно. Не каждый соглашается быть добытчиком. И я понимаю трудности и опасности этого пути. Это не добыча. В этом биополе я нахожусь с два с половиной года. Сколько раз ты уже отправлял биоматериал, частички души? Убираешь шар, входит меня. Итак, я слушаю. Скэнер. Даю тебе команду, просканируй Рениса на полноту души. Пошел Скэн. Ты думаешь, мне надо дожидаться твоего ответа, гуманоид? Нет. Не надо. 95. 5%. 5%, да? Хорошо. Итак, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать или будет обманывать, на то будет оказано массивное воздействие. Я даю команду тонкой копии Рениса спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкой аббрационной энергии в его биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной и низкой аббрационной энергии откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ренису. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить, возвращается к ним. Выстраиваю прямой канал от Рениса к этой пленке и воде и реверсом отдаю назад все негативное и патогенное, что Ренис получил от этих артефактов. Пошел процесс. Синий дракон. Цифры над головой? 71, 32. 71, 32. Не будет заходить просто так. Синий дракон не так ли? Золотой. Золотой. Ну и что? Ты думаешь, тебе тоже разрешилось? Да. Влад, не извини, я про джина говорю. Хорошо. Это значит джин, 71, 32. Золотой джин. Хорошо. Синий дракон. Цифры над головой? 24, 88. 24, 88. Сколько ты находился в этом биополе? 24, 88. 5 лет. Демон. Как долго ты находился в этом биополе? Да недолго. 6 месяцев. Повидел потуги его, старания. В каком направлении старания? Разорвать пленку. Это твоя пленка? Гуманоида. Понятно. Он ее чувствовал. А вода откуда взялась, демон? Не чувствовал. Он чувствовал ограничения и пытался снять их с себя. Трудился, трудился, трудился. Стекало все с него. Выводить-то не умеет. Это верно. Поэтому ничего не вывел. Но ты конкретно что делал? Собирал все, что вниз летит, сливается? Или ты понижал его вибрации? Караулил. А какая цель твоего караула? Собрать побольше. И джин, 7132. Сколько ты находился в этом биополе? Год и два месяца. Год и два месяца. Кто из присутствующих присутствует в квартире? Молчат? Да. Если кто-то присутствует в квартире, загорается маячок над его клеткой. Джин. Отлично. Джин получает удар 100 тысяч герц. Удар. Джин, в следующий раз открывается портал в галактическое ядро. Ты уходишь на переработку. Снимаю Джина его магические кольца. Серги снимаю. Чалму снимаю. Все перемещается в соседнюю клетку. Да, будет так, а так и есть. Готова. Отлично. Тебе все понятно, Джин? Ну, понятно, да. Он показывает, что очень мало он рассыпал там. Ты не ответил на мой вопрос. За это ты был наказан. Ты присутствуешь там. По этой пыли я тебя могу притянуть. Если ты пытался меня обмануть, ты об этом пожалеешь очень скоро. Итак, как у нас с реверсом, Вера? Посмотри, пожалуйста. Закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Рейнис забирает все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Рейнис себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилив потоки в 50 раз. Сколько находился спрут в этом биополе? Три года находился. Все, от этой пленки идут. Да. Частички души возвращаются от света. Ау, гуманоид, гуманоид. Нескоро ты увидишь свою родную цивилизацию, нескоро. Всего на 5% накопил. Ну и что думаешь, я тебя отпущу на твою чистоту? Серьезно? С каким душем ты еще подключен, гуманоид? К трем. Понятно. Возможно, тебе удастся это обменять еще. Возможно. На твою плачевную ситуацию, в которой ты находишься сейчас. Время закончился. Хорошо. Самое печальное, что ты не понимаешь, что ты что-то делаешь неправильно. Хорошо. Поехали дальше. Демон, скажи мне, сколько лярв в его биополе? То, что они есть, я не сомневаюсь. И есть на спине лярва. И еще где? И на горле. Хорошо, демон. Я тебе предлагаю следующий вариант. Ты сейчас выходишь, снимаешь все, что ты оставил в его биополе. Отключаешься и объясняешь, как оно работало, чтобы он понял, как этого избежать в будущем. После этого доложи мне на месте, что ты все снял, и я дам тебе отдельную команду на эти лярвы. Тебя это устраивает? Да. Приступай. У него здесь как сетка стоит, в которую он собирал. Угу. Уловил это все, что падает. Негатив, да. Энергетическое вижу. Он снял. Хорошо. Разрешайте снять все лярвы. Снимай и возвращайся назад. Поясница. Поясница. Ну, он должен был там ощущать эти боли и горло. А что там с горлом было? Расскажи. Это слова, демон? У него лярва небольшая, где ключицы от ключицы до ключицы. Это что-то проглоченное и несказанное. Невысказанное. Невысказанное. Понятно. Хорошо. Накопившееся. Все понятно. Хорошо. Готово. Это информация для Рениса. Хорошо. Поехали дальше. Джину выходить не надо. Джин, собирай всю свою пыль. Не выходя из клетки, приступай. Отключайся полностью, вытаскивай, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналам, по которым связан с Ренисом. Я вас предупредил. Ему нужны его артефакты назад, чтобы притянуть пыль. Джин, я тебя первый и последний раз предупреждаю. Если ты еще раз попытаешься такое сделать, я тебе уже ничего не верну. Возвращаю Джину его артефакты. Он поклонился тебе, собирает пыль, притягивает. Я бы не делал этого, Джин, если бы ты работал и кооперировал, как демон, например, и все остальные. Готово. Хорошо. Синий дракон, выходи, отключайся, вытаскивай свои платы. И рассказывай, где эти платы находились, что ты транслировал, что ты собирал. Значит, плата у него идет через сердечную чакру, вишотху и третий глаз. Собирал он его чувства через сердечную чакру, реакции через вишотху и его развитие через третий глаз. Ты тормозил его развитие, дракон? Нет, он наблюдатель. Ты активный. Он записывает что-то. Я понимаю, ты подпитывался только для наблюдения или ты еще что-то воздействовал на него, мешая его развитию? Развитие не мешал, но платы установил для сбора информации и подпитки. Хорошо. Вытаскивай все, возвращайся назад. Готово. Спрут, выходи, отключайся, снимай свои присоски, отключайся полностью, вытаскивай всю свою жидкость, ничего не забывая, приступай. Где он сидел на голове? Голова, лоб, виски, плечи, шею снимает присоски. Как он ощущал твои присоски, Спрут? Как она на физическом плане отражалась? Он как зацикленный по кругу одно и то же. Думает одни и те же действия. Думает, но у него как пробить не может идеи какие-то одни и те же ему приходят. Ничего светлого. Ничего светлого. Понятно. Хорошо. Ренис. И он от них как хаотичный что ли становится. Вот он сидит и ногой дергает. Думает. То есть у него ощущение, что он не двигается. Он ищет. Ну это чужие мысли. Ему не давали. Спрут перекрывает, он питается этим. Спрута. Тебе не кажется это много? Сколько процентов забирал Спрут, считая информацию? До 32. До 32. Он снял все присоски. Хорошо. 32 процента. Скэнер дуй команду просканируй Рениса на частоте гуманоида. Если еще что-то осталось, какие-то подключки, выводи все до последнего, отключая вместе с сопутствующими энергиями и формируй это все в шар перед Ренисом. Пошел процесс. Не осталось ничего. Хорошо. Значит ничего не осталось. Дуй команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Присто. Хорошо, демон. В это биополе я тебя сейчас буду отпускать. В это биополе ты больше не придешь. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. Один, два, три. И демон уходит на свою частоту, забирает все, что с собой принес. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Открывая сейчас портал в квартиру Рениса. Один, два, три. И все, что находится на частоте Джина в этой квартире, мощным потоком летит назад к нему. Один, два, три. Пошел мощный поток пыли, который оставил Джин в квартире. Золотой. Все. До последней частички возвращается. Да будет так, а так и есть. Готово. Закрывая портал, опечатывая, растворяя. Хорошо, Джин. Я тебя сейчас буду отпускать. Ты больше никогда не придешь ни в эту квартиру, ни к нему. Тебе это понятно? Готово. Понятно. Готово уходить? Да. Готово. Готово. Один, два, три. Спрут забирает все, что он собой принес и уходит на свою частоту. Закрывая, опечатывая, растворяя. Есть. Синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, чтобы больше не придешь в это биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Один, два, три. Синий дракон забирает все, что принес и уходит на свою частоту. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Готово. Ли, я прошу тебя выйти на связь. я приветствую тебя ли будь любезно посмотри пожалуйста у меня здесь гуманоид сириус оловец душ два с половиной года сидел пленка вода все находится в клетке у нас все забрали примем гуманоида остальное уничтожить да он еще сказал у него там три души к нему подключены поэтому он готов что-то предложить рассмотрим или 33 или 33 действительно благодарю тебя под пленкой водой открываю воронку в галактическое дро это все уходит на переработку закрывая печатаю растре готова гуманоиды забрали хорошо рейнис обращаюсь к вам вам не хватает у вас украли пять процентов души вы она вернулась ему из пленки она была в пленке хорошо отлично скэнер просканирую на полноту души рейниса отлично хорошо сто процентов это сто процентов поехали дальше хорошо рейнис мы закончили вашу чистку как вы себя чувствуете эйфории чувствую отлично много энергии нового много внутри хорошо у нас остались еще десять вопросов к вашему куратору и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя рейниса это энергетический поток такой женский энергии формируется снимаются маски и голограммы фантом представить перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду днк мы при этом куратор или учителя рейниса представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться насматривая сформировалась женщина девушку приветствую всех приветствуем вас очень необычно находиться в ком межгалактическом пространстве в таком уютном и защищенном месте очень приятно благодарим вас вы куратор представьтесь пожалуйста как нам к вам обращаться да я куратор зовите меня белка белка приветствую вас меня зовут влад это вера рядом стоит ваш подопечный рейнис мы сильно проводили его чистку все убрали и у него осталось еще 10 вопросов к своему куратору будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы я начинаю с вашего позволения уважаемая белка с первого вопроса откуда моя душа и как выглядит дом моей души твоя душа солнечная мы приветствуем представителя солнца в нашей комнате диагностики что конкретно тебе нужно хотелось бы знать о доме твоей души все известно как выглядит солнце мне нужно конкретные вопросы чтобы я ответила сожалению вызывать структуру нашей звезды я думаю да это очень долго может каком-то коротком варианте чтобы он это понял или остановимся на этом есть поряд солнечное пространство как аура вокруг солнца это орбита солнца там много разных структур в том числе род дом как вы называете душ извините и я забыла поблагодарить вас за ваше приветствие во благо никаких проблем продолжайте пожалуйста нам с верой доводилось один раз побывать на солнце я прекрасно понимаю о чем вы сейчас говорите второй вопрос как я могу связаться с вами моим куратором напрямую это конечно вопрос в лоб так как чтобы связываться с куратором нужно понимать кто ты видеть свои энергии уметь работать с ними или же ты можешь связаться непонятно непонятно с кем имея самоуверенность и общаться с очередными интерферентами здесь нужен определенный настрой и понимание знаков которые я посылаю работа над собой над своей интуицией но отвечая на твой вопрос связь очень проста короткий вопрос короткий ответ лучше представить золотую энергию внутри тебя которая выходит из твоей макушки активируя ее я услышу твой вопрос простота везде что сложно то ложно благодарю вас уважаемая белка вы закончили или хотели добавить еще что-то продолжай пожалуйста третий вопрос какой опыт я как душа пришла получить на земле я бы сказала опыт смирения мы очень пылкие и легко воспламеняющиеся души на земле мы получаем опыт смирения и гармонии гармонизируя наши энергии балансируя и правильно распределяя их внутри себя а также на каждодневную жизнь улучшая свое состояние и развивая свою душу в смирении пылких энергий благодарю благодарю вас белка перехожу к следующим вопросом четвертый каков уровень моего высшего я и как мне его развить 11 уровень высшего я развивается и поднимается по ступени выше выше я когда душа начинает развиваться изучает анализирует меняет реакции работает над собой и своими энергиями и начинает воспринимать то что вы не видите материальном мире но понимаете на тонком плане таким путем накапливается опыт который сразу не виден но через какое-то время вы понимаете то ваша душа выросла и накопила достаточно прочный прочные знания которые открываются вам все больше и больше с вашим развитием с вашим интересом я бы сказала с визуализацией энергий вы пробиваете плотную тьму пустоты и визуализируете чистоту энергии расширяя вокруг себя свои тонкие тела благодарю благодарю вас за этот развернутый ответ пятый вопрос как вы мои основные мыслительные ограничения или ограничивающие модели мышления которые мешают моему прогрессу одинаковые реакции которые повторяются годами реакции которые вжились твою структуру мышления они привязаны также к часовому поясу попробуй изменить их и ты увидишь как расширятся свои мысли и потекут за пределы ограниченных возможностей и реакции благодарю благодарю вас шестой вопрос каков ваш лучший совет для моего роста прямо сейчас я уже ответила на это самое простое начать с визуализации своих тонких тел энергий которые ты можешь закачивать поднятие вибрации и изменение реакции которые ведут к понижению вибрации а также развитие твоей интуиции вокруг тебя знаки которые ведут тебя по правильному пути раз ты здесь значит ты их видишь продолжай свое развитие и интерес к альтернативным знаниям благодарю благодарю следующий вопрос седьмой каковы мои таланты которые я не оцениваю тебе много энергии которую ты мог бы тратить во благо но лень внутри тебя ограничивает твои возможности лень к поиску я не говорю про физические параметры я говорю про поиск духовного и альтернативного знания благодарю для этого скорее всего намерение должно сначала быть сформировано если его нет соответственно не будет никаких желаний я назвала это интерес интерес благодарю вас за пояснение уважаемая белка идем дальше если вы позволите конечно продолжай восьмой вопрос в каких сферах я могу создать успешный и прибыльный бизнес и как мне прийти к правильной бизнес идеи я не могу отвечать на вопросы земного плана моя задача развитие души и направление ее на развитие и осознанность я лишь хочу сказать что просчитывая разные бизнес идеи слушай душу любая бизнес идея не должна идти в разрез с душой направляй свои энергии в эти русла гармонично не бросайся энергиями расщупывай тогда все получится вы закончили да я ответила на этот вопрос и я не могу сказать в каком направлении идти проживая жизнь на земле вы сами видите как жизнь меняется и переносится на другой уровень в данный момент вы больше работаете из своих жилищ вы меньше тратите на поход в магазины технологии развиваются я не буду вам рассказывать о жизни на земле и как все меняется и конечно же я не могу сказать занимайся этим или этим то профессии на земле вы знаете сами мы хочу сказать как это развивать и связывать с душой да вы сказали гармония должна находиться в любом решении благодарю благодарю вас мы просили не задавать материальные вопросы но вот он такие вопросы задал девятый вопрос как мне лучше почувствовать и взаимодействовать со своей энергией представляю ее как золотую энергию проходящую снизу из каждой чакры в чакру создавая определенный стержень он очень гибкий и плавный похожий на ртуть но золотым цветом это твои солнечные энергии ты можешь излечать ими себя направляя эти энергии в больные места а также контролируй свои чувства как позитивные так и негативные твои энергии начинают воспламеняться и выходить пожаром из тебя в виде слов резких движений или каких-то реакций всегда помни об этом и старайся балансировать и держать в гармонии свой стержень благодарю благодарю вас и последний десятый вопрос что еще важно знать моей душе что я еще не спросил душе важно все что касается ее развития на данный момент я лишь активирую твои солнечные энергии сейчас они очень приятного оранжевого цвета с лучами вокруг твоего стержня это самое гармоничное и светлое состояние души приятное тебе и всем окружающим вокруг как и солнце все любят погреться у солнышка поэтому старайся держать свое солнце чистым и приятным гармоничным для себя и окружающим благодарю 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 вас уважаемая белка вопросов у нас больше не осталось если вы хотите активировать его стержень я уже сделала уже сделали тогда остался маленький нюанс у нас есть очень добрая традиция в этом в этой комнате диагностики у нас были кураторы с солнца и они уже знают эту традицию но вы возможно еще нет верочка каждому куратору каждому учителю который к нам приходит мы делаем всегда один определенный подарок верочка в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными спелыми и сочными ягодами которые есть на земле один, два, три мы спрашиваем разрешение куратора белки передать ей этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу за ее помощь и просто на добрые воспоминания шикарно от такого подарка мои энергии начинают сиять замечательно и распространяться в ширину это пример который я хочу показать как твои энергии от счастья разливаются и дарят тепло и свет окружающим именно так работают солнечные энергии поэтому нужно гармонизировать ведь в негативном состоянии ты бросаешь огненные шары и пламя вокруг себя это две разницы солнечных энергий я благодарю вас за этот прекрасный подарок и замечательную встречу благодарим и мы вас на этом месте передавайте пожалуйста от нас привет солнцу мы рады будем всем кураторам которые достучаться до своих подопечных откроясь уберем все что им мешает идти дальше и дальше откроем им дверь в которую они пойдут уже сами благодарю вас благодарю я вас прекрасное напутствие замечательно и на этом месте мы говорим до скорых встреч уважаемая белка я буду вас рекомендовать другим куратором которые ищут путь и доступ к своим подопечным это наша работа нам нравится ее делать благодарю за интерес к душам солнца благодарим и мы вас и помощь это наша работа рады ее исполнять хорошо верочка и рассинхронизируйся готов ренис мы закончили встречу с вашим куратором как вы ее оцените какое неожиданное открытие я даже представить не мог что моя душа солнце а это значит мне еще развиваться и развиваться а развивая душу и внутренний мир у вас много работы впереди не забывайте работать над собой наш администратор Ольга перешлет вам рекомендации после этого сеанса нужно скидывать негатив нужно заправлять себя энергиями как в этом сеансе мы вам показали и тогда вы будете всегда чистыми и безусловно изменить реакции на которые у вас укрепились то есть не отвечать лишний раз не реагировать на негатив негатив хорошо и сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую купе Рениса в систему биоробот-душа заводим подключаем его к каждому органу каждой клеточке каждой извинке головного мозга проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами готово и отключаясь от объекта и поднимаясь в комнату диагностики пошел подъем и поднимаясь в комнату